Борис, вот на носу Новый год. На Майдане, который мы все будем встречать, очень много людей будет здесь. То есть Руслана предложила поставить новый рекорд мира по количеству людей, которые одновременно выполняют гимн, исполняют гимн своей страны. Вот у вас есть видение того, какие опасности могут предостерегать сейчас майдановцев здесь, в новогоднюю ночь на Майдане? Да, я вот хочу сказать, что мы уже делаем рекорды давно, как много людей выходит на митинги, на вечер. Нигде в мире так много людей не собиралось, миллион человек делать мирный протест, мирный митинг. Мы эти рекорды делаем и делаем, и это интересно, замечательно. И Новый год вместе петь гимн Украины, петь прославление Богу, радоваться жизни, праздновать вместе. Все прекрасно. Мы не должны забывать про опасность, что Майдан это территория свободных людей, свободной Украины, которая окружена, я бы сказал, противником. У Майдана есть противник, сильный противник, коварный противник. И мы знаем, кто это. И что этот противник делал с людьми и продолжает делать. Теперь я скажу конкретно, о чем я бы хотел предостеречь. Я не хочу выглядеть человеком, который постоянно что-то пессимистичное говорит. Человек, который говорит всегда какие-то опаски, какие-то переживания, что авось, что-то будет не так. Просто мы все знаем, что уже очень много людей пострадало. И вся страна в опасности, по бандитизм, провокации, избиения, поножовщина. Все это продолжается в этой стране, к сожалению. И это идет по какой-то сценарии. Начинается она с Кремля, тут обрабатывается. И все это очень опасно. Теперь что касается Нового года. Я разговаривал сегодня со многими журналистами, людьми искусства. Даже со сценой Майдана мы этот вопрос обсуждали. Многие журналисты сказали, Борис, почему ты эту вещь, вот это свое опасение не сказал три дня назад. Чтобы мы уже за три дня могли такое информационное пространство создать. Объясню в чем дело. Да, три дня назад я не сказал. Я думал, что это будет говориться со сцены Майдана. Но я сейчас говорю, у нас впереди ночь и завтрашний день. В чем мое опасение? Новый год мы все будем праздновать. Наша ментальность на Новый год. Всех людей, которые праздновали с детства Новый год, это большой праздник ночью, когда семья, друзья собираются вместе, вкусно кушают и вкусно пьют. Мы любим на Новый год выпивать, пианеть, петь, радоваться. И сегодня, когда Майдан собран, когда Украина вот в такой трудной ситуации, наша ментальность не поменяется. Я попробую объяснить, что происходит. Многие могут сказать, что, но ведь на Новый год не посмеют же, но на Новый год же хватит ума на людей не поднять руку. И так далее, и так далее. Время, события показали, что все может быть. Нельзя нам бесконечно ошибаться, доверять людям, доверять розуму, где нельзя этого ожидать. Новогоднюю ночь. Все, которые дома, в домах празднуют, гуляют, пьют, радуются на здоровье. Я считаю, что все, кто дома празднует и выпил стаканчик, много стаканов, он должен продолжать праздновать до утра. Утром, как я говорю, уже принять душ, выспаться, принять душ совершенно здоровым, уже придя в себя, собранным здоровым, прийти на Майдан, поменять тех людей, которые ночью были на Майдане. Это говорится о всех, кто в домах выпили на здоровье. Но если человек ночью выпил, он хороший, добрый, он разделяет с Майданом свои все идеи. Вот он выпил, он эмоционально хочет сейчас пойти на Майдан и поддержать Майдан, и праздновать со всем Майданом. Нельзя этого. Нельзя. Я был тут по ночам, по вечерам, и видел у разных ворот Майдана, где стоит охрана, и бывало, когда приходят 3-4 парня, хороших, добрых, красивых, здоровых парня, которые выпившие где-то рядом в ресторане, хотят от души прийти на Майдан, пообщаться, и час, 20 человек охраны Майдана, час, объясняет, умоляет, просит вот этих 5 человек, или 3 человека, чтобы они по-хорошему, по-доброму ушли домой выспаться. Это в обычные дни. Тут же приходит человек 5-6 каких-то непонятных, я их плохими словами только назову, где приходят агрессивные, какие-то, не хочу сказать плохие слова, и с ними возятся, возятся, они идут на конфликт, но ребята терпеливо возятся, иногда терпение заканчивается, их отпускают, пускают в Майдан зайти, чтобы не было конфликта, бы пришли агрессивные, и так далее, и так далее. Каждый день это происходит. Представляем себе новогоднюю ночь, придут одни, которые от хорошего настроя, от любви к Майдану, к Украине, к хорошему настроению пришли, если их не пустят, они обидятся, ну випившие, ну пьяные. И придут таких, новогоднюю ночь, ни одна группа, ни две группы, десяток групп, сотни людей придут на каждый вход Майдана, и оттуда, и оттуда, и они все добрые, они все хорошие, все хотят, но они выпившие. Мы знаем, когда люди выпившие, как может, эмоционально не выдержат, и пошла поехала. Теперь второй тип людей, это пришли добрые, хорошие. А если пришли ребята, которые выпили, все было хорошо, дома, в семье, а потом они поняли, что они сердитые очень на всех тех, которые обижают украинцев, обижают людей, вот журналистку побили, чуть не убили, вот тех побили, они сердитые идут на Майдан сегодня заявить опять свою поддержку Майдану. Но они сердитые эти ребята, эти тоже сотни придут. Третья группа людей, которые выпившие, пьяные, которые не любят Майдан, не любят этих украинцев, не любят вот этих, которые оппозиционерами себя считают, они злые на всех, такие тоже есть, и придут тоже тут на Майдане заявить ночью, новогоднюю ночь. А тут на сцене огромное количество артистов, звезд, и все красиво, все поют, все гуляют. А как эти ворота Майдана защитить? Вот эта охрана стоит, а идут сотни людей со всех ворот. И все хотят на Майдан, и по какому праву ты их не пускаешь? Вот так будут говорить, так говорят каждую ночь, обычной ночи, когда здесь всего лишь тысячу человек ночью тихо сидит и ходят эти одни от хорошего сердца, другие провокаторы. Есть другой тип людей. Вот такая пацанва, молодняк вот такой, который приходит тут как шавки, извиняюсь за говорю, как собачки, зло спускают, делают провокативные вещи целыми днями по ночам. А что, они в эту ночь не придут? Те, которые на крючке, у милиционеров, те, которые преступники, малолетки преступники, тоже могут прийти, да? И представляете, сколько людей, выпивших, приходит сюда, а тех, которые накачают, а что, мы гарантированы, что не будут хотеть делать провокации, накачают, напоят и отправят, специально провоцировать. И как мы остановим это? Как? Где какая гарантия? Если Новый год, празднование Нового года, мы пройдем мирно, чудесным образом, это будет праздник, и не будет никаких провокаций, пускай в следующий день вся Украина меня стыдит за очередное мое вот такое опасение. Но, да лучше, пускай мне все будут стыдить, но пускай не будет эти провокации. Я о чем хочу сказать, что такая реальная опасность, что придут очень много выпивших людей, и может быть, какие-то ребята уставшие, холодные, голодные, за это время хотят уже праздника и внутри выпьют. Выпьют, говорили, на праздновании может быть, немножко шампанского выпьют. Да этот голодный, замученный, холоде, голоде человек вот немножко шампанского видит, уже будет неадекватным. Ну, я лично вот такой. И что это будет? Что это будет? Поэтому я считаю, должно сегодня за ночь, завтра за день, спильно всем обществом, всей Украиной, всеми небезразличными, все телеканалы, все интернет-каналы, все журналисты, все друг другу, друзьям объявить, заявить, распространить и сделать такое пространство, такую мораль Майдана. Этот Новый год мы на Майдане не пьем. Пьем чай, кофе, узвар. Я человек, который даже если перед Новым годом я нахожусь в посте, я на Новый год перестаю поститься ради своих близких, кушаю, пью, гуляю. В этом году я на Майдан приду трезвый, ни капли, не выпью. И предлагаю всем, предлагаю сделать такую мораль за эти два дня, что человек, который приходит на Майдан пьяным, выпившим, он создает очень большую опасность для Майдана. Для этого всего, всеукраинского дела, вот для этого, этого чистого стремления в Украине создать новую европейскую Украину. Новогодняя ночь, это очень опасная ночь для таких провокаций. И вы думаете, не дай бог, начнется непонимание, стычка внутри Майдана или вокруг Майдана, и что не придется звать милицию, не используясь пользуются этим эти власти или не готовят власти такую провокацию, или если не дай бог получится само собой власти упустят момент вмешаться, очернить Майдан, что вы видите до чего дошло, это очень тонкая, хрупкая, опасная ночь. Поэтому я предлагаю создать такое информационное пространство, так довести до всех добрых, замечательных, прекрасных украинцев, киевлян, всех, что на Майдан приходить выпившим, не только пьяным, а выпившим ночью, это равносильно предательству. Я не хочу обидеть никого. Но такую мораль создать, что это неправильно, это значит создавать опасность для жизни людей. Наоборот, мы должны прийти все трезвые, хоть с детьми, хоть с семьями и праздновать, но чтобы это было обеспечено, это наше празднование было обеспечено, вот гарантированно сюда выпивший человек не должен зайти. На Майдане никто не должен выпить. Мы все прекрасно знаем, что выпивший человек он уже неправ. Понимаете? Вот чтобы исключить для нас эту неправоту. Если мы будем чистыми, выпившие сюда не придут, пьяных здесь не будет и власти захотят делать провокации, мы это сможем остановить, если мы все будем трезвы, если за нами будет вся ответственная Украина. вот моя основная мысль. За эту ночь и за завтрашний день мы должны создать пространство, где информация такая. Новогодняя ночь, она должна быть ночь без спиртного. Все, кто дома пьют на здоровье, любой, кто пьяный выпивший пришел на Майдан, он создает опасность. Это равносильно провокациям. Я надеюсь, что со мной многие согласны, многие поддерживают и это информационное пространство. Морали, вот такой морали, эту новогоднюю ночь мы защищаем все разом. Вот это моя идея. Спасибо, Борис. Я думаю, что идея очень хорошая и мы вместе должны в себе сделать такое усилие и провести на Майдане эту ночь без алкоголя. Спасибо.